В Самаре до конца года появится сразу несколько новых детских садов. Сейчас активные работы идут на улицах Ташкентская, Алматинская и Георгия Ратнера. Укладываются подрядчики в срок, проверила глава города Елена Лапушкина. Первая точка – новое здание на Ташкентской. Здесь откроется детский сад на 240 мест для малышей в возрасте от года до 7 лет. Всего 12 групп. Будут и ясельные. Объект строится по программе развития муниципальной системы образования городского округа Самары на 2015-2019 годы, а также программе национального проекта «Демография». Глава города бывала на этой стройплощадке неоднократно. Подрядчик от сроков отставал из-за подтопления котлована. Сейчас ситуацию исправили. В середине следующей недели тоже второй этаж будет завершен. Штукатурка. В середине недели первый этаж уже добьемся. Прорежем с выходных третий этаж. С понедельника, со вторника уже стены. Электрику приступили уже на первом этаже. Еще одно здание для нового детского сада возводят на Алма-Атинской. Здесь подрядчик уже приступает к отделочным работам. Следующая точка – здание на Нововокзальной. Раньше здесь располагался городской центр развития образования. Теперь комнаты переделали, чтобы разместить ясельные и дошкольные группы. Всего 240 мест. Идут в графике, приступили к благоустройству территории. Уже обустроили спортивную площадку. Для детского сада спортивная площадка такая профессиональная. Ну, это не площадка. Мы просто решили так вот нарисовать. Не, ну так-то да. В любом случае, они тут какие-то гимнастики будут делать. Здесь все занятия можно проводить. А забор мы меняем? Да. Глава города проверила, как идет строительство и на улице Георгия Ратнера. Здание уже готово. Приступают к отделке. Скоро начнут красить стены, устанавливать двери и специальное покрытие. Сейчас активно приводят в порядок прилегающую территорию. Введем установку бортового камня, укладываем брусчатку, занимаемся работами по пожарному проезду, ведем работу по теневым навесам. Все подрядчики идут в графике. Новые здания для детских садов должны быть готовы до конца этого года. Лариса Шалафас, Николай Сидоров. События.